Масленица – один из самых веселых праздников в году, который широко отмечается по всей России. Он отражает вековые традиции, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение. Это недельный праздник-обряд с хороводами, песнями и плясками, посвященный прощанию с зимой и встрече весны. У каждого дня есть свои традиции и названия, которые на Руси неукоснительно соблюдали. В этом году Масленичная неделя началась с 28 февраля в понедельник, заканчивается она 6 марта в воскресенье. Уже 7 марта начинается Великий пост, который знаменуется чистым понедельником. Каждый с детства знает, что в эту неделю принято есть блины. Кроме того, люди всю неделю ходят в гости и устраивают народные гуляния. О том, как отмечает Масленицу, нам рассказала Лидия Васильевна Маковская, жительница Натырбова. Лидия Васильевна, расскажите о Масленицах. Что это за праздник? Масленица – это старый праздник. Отмечают православные люди его за неделю до поста. Масленицу всегда. Но в основном печем блины. Пекут все по-разному. Я вот в последнее время, например, блины пеку на дрожжах. Я в садике проработала поваром, воспитателем. Мы на воде пекли. Ну и я пекла, это почему-то мне понравилось на блинах. И вот, как понедельник начинается, у нас обязательно блины. И всю неделю блины. Всю неделю блины. Как отмечаете Масленицам? Ну, приходят детки, внуки, правнуки. Вот. Садимся за стол, блинов на пеку, сметанка, повидлочка, кто с чем любит, икра. И вот это мы так отмечаем этот праздник. В воскресенье, последний день Масленицы. Вот. В этот день ко мне приходят внуки, правнуки. И мы вот этот день отмечаем. И делаем вот это. Чучело детки делает в основном. На улицу выходим и сжигаем. И радуемся. Дети вообще рады всему. Вот. Блины – незаменимые атрибуты этого праздника. Имеют особенное значение. Блины – круглые, румяные, горячие. Они символизируют солнце, которое светит все ярче и удлиняют продолжительность дня. У Лидии Васильевны свой секрет приготовления блинов. Поливаю некипяченое молоко, можно кипяченое, молочка, яйцо. Я все делаю на глаз. У меня нет там рецепта какой-то, потому что постоянно пекаю. Я уже провыкла, уже все равно получится. Ну вот на вот эту кастрюльку я это, где-то литра два, наверное, молока и водички. Муку я уже так съела. Ну, десяток яиц. Можно и меньше. Можно и совсем, если это без яиц. Если нельзя, людям можно без яиц. Вот. Дрожжи. Это все тепленькая водичка, молочко. Это все расколачивается хорошо. Муку и туда, ну, да, да такой вот, вот видишь, чтобы она была вот такая вот, консистенция вот такая вот. Вот. И до тепленькой ставлю, она подходит, я постоянно мешаю, мешаю, мешаю. Ну, где-то около часа. И все, и начинаю печь. Начинаю печь, ну вот, и не слышусь, чтобы она хорошо разогрелась. Сковородочка специально для блинов. Когда-то не было таких сковородок. Делали в обыкновенных. И, 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 и... А сейчас, а сейчас для блинчиков. Попробую, уж нагрелась она и есть. Сковородочка должна быть горячая. Не сильно, а тут, ну, просто горячая. Вот. Вилочку возьму. Раздаю их, а мало не могу печь. Помного всегда пеку. Ну, вот, видишь, начинают эти кончики немножко золотиться. Вот. Переворачивать будем сейчас. Чуть-чуть. Не хочется, чтобы на большой гонюк, она потом будет гореть. Хочется, чтобы красивые были. Вот так вот. Во все времена, вспоминает Лидия Маковская, народ старался провести празднование масленицы веселее, ярче, сытнее, шумно. Принято было считать, как проведешь празднование масленичной недели, таким и весь год будет. Поздравляю всех с масленицей, чтобы у каждого на столе было изобилие. Все то, что им хочется. Особенно блинчики. Всех с праздником. Субтитры создавал DimaTorzok